Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. В этом видеоролике мы сделаем первый шаг по превращению BMW с ДВС и с турбореактивным двигателем в турбовальную BMW. Почему я упомянул турбореактивный двигатель? Ребята, для тех, кто не знает, кто впервые на канале, вот он. Выглядит это чудо вот так. Но так совсем не интересно и хочется установить этот ТРД-от. Вот сюда, чтобы мощность снималась с вала и установить под капот. Хочется как можно быстрее приступить к токарке и к прочим вкусностям. Но есть одна загвоздка. Под капотом установлен ДВС. Он прикручен к коробке, он работает. Но после того, как я его сниму, он уже куда-то будет ставиться и скорее всего пойдет в металлолом. Двигатель подубительный, он дымит, коптит. И поэтому я принял решение, тем более, что я обещал подписчикам. Нужно как-то всадить этому двигателю, что-то с ним сделать, поиздеваться. Не знаю, умрет или не умрет он от этого. Но если умрет, то так тому и быть. Сегодня мы будем экспериментировать, ребята, с разными видами топлива. Вот это топливо, на котором изначально хочу попробовать, содержит в себе 20 процентов нитрометана. Остальное масло 10 процентов и метанол. Система у нас такая. Вот он шланг на насосе. Раньше через этот шланг выкачивала бензин с большого бака. Вот он уровень бензина. Сейчас мы его просто вот сюда окунаем. Двигатель заведется на бензине, потому что в поплавковой камере там есть топливо. А потом начнет качать вот с этой канистры. Уже нитрометан, метанол и все, что там есть. Заводим. Это оно, естественно, завелось на бензине. Уже что-то меняется. Звук изменился, по-моему. Ну что там подача идет? Понятно, но оно должно захватить. Неужели работает? А попробуй прогазовать чуть-чуть. То же самое что-ли? Да не, ну не может быть. Должно изменяться как-то. А как ты понимаешь? Я вижу, я же заметил. Уменьшается что ли? Да. Хуже стало? Да. А ну-ка сейчас здесь давай. Раньше черный дым валил. Обедненная смесь, ребята. Надо добавлять. Не хватает топлива. Сейчас я по-быстрому рассверлю жиклеры. Так, а ну-ка. Вкидываем. Дупла, конечно, огромные. Мне страшно становится. Давай, заводи, пробуем. Другое дело? Она может уже сгорела там. Пахнет метанолом. Что-то произошло. Дай я буду пробовать. Всё нормально. Ох ты! Не настроено, не настроено. Не хватает. Пришла мысль попробовать покрутить зажигание. Топливо другое. Всё понятно. Зажигание. Что же надо двигать, ребята? Сейчас прикручу, вот как было. И будем пробовать ещё. Мне это уже начинать нравится. Не дымит даже, да? Надо добавлять. Ещё раз и просверлим ещё конкретнее. Не знаю, видно вам или нет, но просверлил сверлом двойкой. Такого, наверное, вы ещё ни разу не видели. Вкидываем. После таких манипуляций вообще может в разнос пойти. Мы этого и добиваемся, в общем-то. Может надо попробовать поехать? Нам канистра перевернётся. Начинают обратные вспышки. Видишь? Давай. Огонь! Огонь! Отсюда видно. Сейчас нету. Прямо пламя было, как на реактивном двигателе. Не хочет поршня выплёвывать? Работает! Огонь! Видел? Да! Ребята, я не знаю, что делать. Надо пробовать, наверное, другое топливо. Это просто дичь какая-то. Ребята, ну тут такое дело. В общем, в этой канистре эфир. Тут правда керосин написано, но это эфир на самом деле. Поэтому сейчас наливаем в бутылочку и будем пробовать на чистом эфире для начала. На метаноле должно завестись, а потом посмотрим. Намешаем ещё одну порцию топлива. Попробуем керосин с эфиром. И должно работать как дизель. Сейчас там нету ничего. Дизель, ребята! Реально работает на диск топлива получается. Можно зажигание даже отключать. Всё будет работать. Да, великая сила эфира. Работает жёстко, но вразлок не идёт. Что же делать? Я даже не знаю, что туда залить. Ребята, как проверить, что зажигание не влияет? Давайте проверим. Видите, ничего не произошло. Я выключил. Всё, видите? Включил, выключил, включил, выключил. А оно работает. Бензиновая, BMW, дизель. Как же глушить его теперь? Ждём, когда топливо закончится. Наверное, вот так. Раз, так заглохнет. Это что за едкий газ? Под конец такой едкий газ пошёл. Это просто невыносимо. Виталик вообще убежал. Я, честно говоря, в замешательстве не знаю, чем ещё кормить этот двигатель. Оказался он какой-то неубиваемый просто. Такое ощущение, что с жиклёрами я переборщил. У меня где-то тут валялись. Может сейчас найду? О, нашёл новенький. Сейчас поставлю его на первичную камеру и мы продолжим. Похоже, друзья, что шутки закончились. Я думаю, без кислорода мы никак не справимся сегодня. Попробуем стартовать на кислороде. То есть будем поддавать в карбюратор. Здесь 120 атмосфер. Баллон практически полный. Очень интересно. Должно всё расплавиться, по идее. Чистый кислород никто в двигатель, по-моему, ещё не подавал. Протяжка 1. Протяжка. Продувка. Есть продувка. Процесс пошёл. Внимание, будем подавать кислород. Слышно, больше обороты стали, ребята. А ну-ка газани. Давай я чуть-чуть даю, а ты газуешь там секунд на 5. Газуй, газуй. Хочешь там? Я сам боюсь. Давай пробовать ещё. По-моему, теперь точно всё. Попробуй провернуть. Неужели не всё? Не, не всё ещё. Это ещё не всё было. Ну что делаем? Ещё так раз? Завела. Ну что, мы сдались, ребята? Или нет? Или будем продолжать? Я не знаю. Мы боимся уже, короче. Очень страшно. Но бэха пока что ещё работает и очень даже неплохо. Окум подсдох. О! 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 Пошло! И заглохло. Заведётся сейчас опять. Это такая тема бесконечная. Схватывает. Друзья, я сделал всё, что мог, но двигатель так и не умер. Он всё равно, я уверен, заведётся. Остынет стартер, будет лучше крутить. Мы его за сегодня просто замучили. У меня на этом всё. Буду снимать мотор. Наверное, тоже это буду фиксировать в видео. Потому что нужно смотреть состояние и так далее. Ну а с этим видео всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока!